Как вы увидели из примеров выше, в работе с дебиторской задолженностью есть большое количество нюансов, процессов, задействованные разные департаменты. Создание и периодический пересмотр кредитных процедур, а также процедуры рекомендирующих работу с дебиторской задолженностью, зачастую входят в обязанности департамента кредитного контроля. И это будет прямо прописано в описании позиций. Не стоит ожидать, что как только вы придете в компанию, вас сразу попросят оценить и переделать какую-то процедуру. Как правило, для молодых специалистов используется формулировка «внесение предложений по оптимизации и актуализации процесса». И это может быть интересно. Например, вы можете увидеть, что запрашиваются документы, а информацию, которая в них содержится, можно самостоятельно скачать из электронного источника. Тогда запрашивать сканированную копию нет смысла. С какими процедурами вы можете встретиться в компании? Все зависит от организационно-правовой формы компании, организационной структуры, отношения к риску, наличия функций внутреннего контроля и аудита. Для небольших компаний процедуры и сам регламент будут достаточно простыми, если будут приняты. Для публичной компании из-за обязанности более широкого раскрытия информации и наличия контролей, система процедур и контролей может быть достаточно сложной. В любом случае, процедуры должны быть достаточно конкретными и обязательными к исполнению. С одной стороны, а с другой стороны, они должны позволять бизнесу принимать риски и делать исключения, но только на корректном уровне менеджмента. Процедуры по одобрению контрагента. Не должны быть указаны следующие параметры. Требования к контрагентам. Обязанности специалистов разных подразделений, задействованных в процессе, а также с указанием максимального времени на каждый элемент процесса. Перечень запрашиваемых документов для каждого типа контрагента. Проверяемые критерии. Матрица согласований. Условия для возможных исключений. Регулярность пересмотра лимитов. Также частью процедуры могут быть анкеты, которые будут заполняться коммерческой службой на покупателя. Так как в бизнесе очень важна быстрота принятия решения, каждый этап процесса должен быть ограничен по времени, чтобы коммерческая служба могла планировать, когда сможет начать работу с клиентом. Ниже пример выжимки из процедуры одобрения контрагента с описанием элемента процесса и максимального времени на каждый этап. По завершению этого времени инициатор сделки имеет право потребовать решения и даже пожаловаться на несоблюдение сроков. Вторая процедура, которую вам могут поручить, это процедура по работе с дебиторской задолженностью. В ней могут раскрываться подходы к мониторингу и контролю дебиторской задолженности. Чем конкретнее будет описан процесс, тем выше шансы вовремя принять требуемые меры и предотвратить появление невозвратной дебиторской задолженности, а значит избежать убытков для компаний. Ниже пример процесса с описанием этапов и сроков для определенных действий. Основная задача – начать действовать сразу после возникновения проблемы. Вот пример регламента. Еще вам могут поручить заведения контрагента во внутреннюю учетную систему ERP и автоматизированные контроли. Для более сложной контрольной среды в компании может также быть принята процедура по заведению контрагента во внутреннюю учетную систему организации. Ее смысл в соблюдении контроля по segregation of duties или разделению обязанностей. Основной смысл разделения обязанностей – избежать случаев, когда сотрудник, имея личную заинтересованность, нарушает существующие в компании процедуры. Разные этапы не должно выполнять одно и то же лицо. Основной смысл относительно управления дебиторской задолженностью можно описать так. Инициатор сделки не должен иметь прав на внесение контрагента в учетную систему. Это поможет исключить случаев, когда неодобренный контрагент окажется в системе и по нему будет произведена отгрузка. То есть следующие функции должны быть разграничены и не должны выполняться одним и тем же лицом. Инициирование сделки и проведение переговоров. Проверка и одобрение контрагентов. Занесение контрагента в систему. Заведение платежа. Проведение платежа. Последние два действия в большей степени относятся к предоплатам, выданным, которые, как вы помните, также входят в отдельную строку дебиторской задолженности. К предоплатным поставщикам должны быть применимы все те же принципы по проверке и авторизации, что и к контрагентам по коммерческому кредиту. И в данном случае нам также будет важно не допустить проведение неавторизованной предоплаты. Если говорить о внутренних контролях, связанных с дебиторской задолженностью, то они могут быть имплементированы во внутренней учетной системе ERP. Это, например, автоматические отчеты по дебиторской задолженности, которые упоминались ранее. Также к таким контролям можно отнести следующее. Это установление лимитов в системе на отгрузку в кредит, установление контроля максимальной отсрочки, блокирование возможности отгружать в случае истечения срока постоянного или временного лимита или при наличии просрочки, автоматические напоминания об истечении срока отсрочки, права на ввод и продление лимитов или физическую реализацию отгрузки в системе должны быть не у всех, а только у кредитного контроля, либо в другой контрольной функции. Думаю, теперь вы готовы к работе с дебиторской задолженностью. Понимаете, как должен быть выстроен процесс, из каких элементов и контролей он состоит, и с чем вам предстоит столкнуться, если вы решите начать свою карьеру в области кредитного или финансового контроля. Работа в этой функции достаточно разнообразная и интересная. Во-первых, вы будете работать с большим количеством различных контрагентов, анализировать их отчетности, понимать их деятельность и специфику. Также вы будете работать и с разными подразделениями в компании и постепенно выстраивать целостную картину бизнеса. Во-вторых, работа это аналитическая, нужно держать в фокусе большое количество информации. Несмотря на схожесть компаний, каждая сделка достаточно индивидуальна, и вам нужно будет проявлять смекалку и учиться принимать бизнес-решения. В-третьих, работа может быть творческой. Если вы увидите, что внутренний процесс работает неэффективно, вы сможете получить опыт оптимизации этого процесса. Редактор субтитров А.Семкин